О фантастических нанотехнологиях, о том, где они обитают, о том, с чем их кушать и как они влияют на нашу жизнь. Начнём, наверное, с того, что определим, что вообще такое нанотехнология, откуда пошло это направление в науке и что это означает. Началось всё, как считают большинство учёных, с 59-го года с речи Ричарда Фейнмана, прочитанной в Калифорнийском технологическом университете. Она называлась вот так, «Дерар Балантий Куррум Эдемботом». То есть в нашей комнате на самом деле её много. В этой речи он рассказывал о том, что на каждый квадратный километр в будущем когда-нибудь мы сможем поместить очень-очень много устройств, роботов или чего-то другого. И к данному моменту мы пришли к тому, что нанотехнологиями развивается комплекс мер по производству и манипуляциями над объектами, которые в линейных размерах каких-либо составляют менее 100 нанометров. То есть, будь то, ширина, длина и высота. Если у нас хоть в каком-то измерении меньше 100 нанометров есть, то уже это нанотехнология. Вот как-то так. Теперь начнём с прибора, с которого началось, в общем-то, само понятие нанотехнологий. Это первый микроскоп, который смог разглядеть нечто менее 100 нанометров в размере. Атомно-силовой микроскоп работает довольно просто. Это игла. Вот у нас есть с электронного микроскопа фотографии, как это иглы, то есть кончика иглы и как она выглядит. Игла закреплена на балочке, на кантиллерге, который постоянно вибрирует, ходит по образцу влево-вправо, сканирует его. И по атомным силам, которые действуют на кончиках этой иглы, мы можем определить топологию поверхности живого образца. Чтобы было более наглядно, вот сама топология поверхности. Здесь, о, секундочку, я же принёс, принёс на самом деле несколько образцов в лаборатории. Я их зайду. Так, вы сможете передать их. Ну, наверное, в коробочке я не доставаю. С первых рядах, значит, вот здесь у меня вот просто есть такой квадратик вверху уроженький. Это самая, ну, одна из самых гладких поверхностей, какую вообще можно сделать. Но атомно-силовой микроскоп, как раз, он нам показывает, что такая гладкая поверхность на деле может оказаться совсем не гладкой. На ней могут быть вот такие вот выплаты фазы алюминия или ещё чего-нибудь. В общем, можете пока посмотреть, что тут есть. Ну, вот как раз, как пинка, вот это вот, тот самый резинкий квадратик. Также атомно-силовым микроскопом мы можем изучать вообще любые микрообекты. Вот, допустим, у нас есть бактерии на какой-то подложке. В общем-то, с него, с его изобретения и с его внедрения началось само слово «нанотехнология». То есть, уделие это слово как раз благодаря иммунам. Теперь мы с вами посмотрим на, наверное, то, что наиболее на слуху сейчас. Это различные природные наноструктуры. Нанотрубки, фуллерены и графен. Такие вещи, которые делаются в вакууме с помощью разряда электрического. И они нам могут помочь во многих делах. Допустим, вот такое покрытие, которое, как вы видите, кажется абсолютно черным. Вообще, на самом деле, глаз его человеческий воспринимает как пустоту, как ничто. Оно поглощает 98% видимого света, радиоволн и микроволн. И поэтому может быть использовано как для технологий стелс, так и для вылучения телескопов, чтобы внутри телескопа ничего не отражалось. И в космических разных делах для защиты от космических лучей. Так же, сделана эта штука из углеродных нанотрубок. Тих самых. Вот точно так же выглядит она сбоку. То есть это большой массив нанотрубок, которые, попадая в любое излучение, просто заблудилась в нанотрубке и не вышла никогда больше никуда. Так же с помощью нанотрубок делают очень интересные такие детекторы. Детекторы разных бактерий. Например, вот недавно была работа по экспресс-анализу мяса. То есть если мясо у нас протухло, то вообще мы уже знаем, что какие-то конкретные бактерии начали его кушать. И вот на эти бактерии, эти бактерии оказались, оказалось, могут прицепляться к верхушкам нанотрубок и тем самым изменять ее, этих нанотрубок, сопротивление. Пропуская ток, мы измеряем сопротивление и получаем два результата. Есть у нас эти бактерии или нет. Все это буквально за пару секунд. Так же, допустим, Графен сейчас один из производителей контрацептивов. Очень ярко хочет внедрить в производство тех самых контрацептивов для их упрочнения. В общем, перспективы у таких материалов довольно высоки. Дальше. Нано-материалы следующего класса. Это традициональное покрытие. Что есть в покрытии? Это как раз тоненькая пленочка. Там на всех квадратиках есть те самые тоненькие пленочки в разных вариациях. Опять же, это значит, раз у нас пленочка, значит, эта пленочка примерно менее 100 нанометров. Она может быть из какого угодно материала практически. И может быть полезна нам вот тут четыре области. То есть просветляющие покрытия в ваших фотоаппаратах, даже на очках. Еще где угодно просветляющие или фильтры. Все это нанотехнологии. Сама очищающиеся стекла в основном используются в архитектуре. Если нам лень мыть небоскребы, мы покрываем стекла при строительстве вот такой вот пленочкой. И стекла сами моются во время дождя. Упрочняющие покрытия из разных составов, как на показанной сверла. Может быть это какие-то часы могут быть у вас. Или там шестеренки где-нибудь в машине. А может быть, ну я не знаю, что еще можно упрочнить. Что угодно вообще. И есть еще такой класс покрытий, как алмазоподобные, которые призваны уменьшить трение в паре трения. Например, вот здесь разобран поршень из двигателя автомобиля. Ну, самые современные двигатели теперь имеют как минимум несколько дешевых покрытий. И тоже все это активно уже используются. Дошли до самого... А, блин, а что такое? Сейчас. Когда я рассказывал про атомный сверло-микроскоп, я должен вам показать вот этот видос. Это видос, сделанный компанией IBM. Называется «Мальчик и его атом». Это атомный окисирующий углерода, угарного газа, охлажденный до пяти кельвинов, то есть около абсолютно нуля, выложенный на медной подложке и заснятое с помощью как раз атомно-силового микроскопа. в нашем случае с помощью туннелевого микроскопа. Музычка умеет все это делаем, да? Ну, в общем, этим видео я хотел вам показать, что сейчас мы научились управлять вплоть до геничными адрами. полторы минуты можем досмотреть, можем не досматривать. Вообще IBM сняли это видео, когда отправляли атомами в попытке спустить масштаб хранения информации вплоть до вот такого атомного масштаба. То есть сейчас мы храним информацию в основном на транзисторах. Причем до 7 нанометров величину затвора смогли уже уменьшить. Но об этом сейчас чуть-чуть расскажу поподробнее. Дошли до электроники. Электронику в нанотехнологиях мы получать можем в основном двумя способами. Это, опять же, нанесение покрытий и пленочек. И имплантация. Вот сейчас про покрытия. Покрытия у нас могут быть в основном трех видов. Это металлы. Они выступают в роли проводящих дорожек между элементами электроники. Геоэлектрики. Здесь у нас есть подбиратель электрический. Они могут выступать как частями наноустройства, так и в целом устройством даже одно само покрытие. И полупроводники. А полупроводники – это наши те самые транзисторы, которые есть в любом телефоне, компьютере, в чем угодно. То есть на самом деле мы с нанотехнологиями общаемся абсолютно каждый день. И без них мы уже и жить-то идти можем. Значит, покрытие наносится в основном все сверху на бремневые пластины. Бремневые пластины, вот вы уже, кто посмотрел, те увидели. То есть у меня там они уже покрыты чем-то. Вот эти самые бремневые пластины. Ну, значит, можно несколько слоев это все наносить. И наносить разные рисунки. Про рисунки я чуть-чуть попозже расскажу. То есть если я говорю, что пленочку наносим, а здесь мы видим совсем не пленочекся, то есть отдельные какие-то детали. Это я чуть-чуть попозже расскажу, как все будет. Как из-за чего начало. И второй вид электроники с точки зрения данной технологии – это имплантированная электроника. Это когда с помощью очень тонких ионных пучков, что такое ионный пучок? Это несколько ионов, разогнанных до околосветовой скорости, до определенной энергии, которые на этой скорости врезаются вот в ту самую кремниевую пластинку, которую вы уже видели, и проникают в нее на определенную глубину. Таким легированием мы можем изменить свойства кремниевой пластинки. Что есть полупроводник у нас? Это может быть полупроводник, это вообще и непроводник, и нигиэлектрик. То есть он проводит ток в каком-то определенном диапазоне, не сказать, что это сильно много или сильно мало, это ровно столько, сколько нужно. И этим легированием, ионным пучком, мы можем увеличить или уменьшить. А в сочетании вот этих увеличенных и уменьшенных, обедненных и обогащенных областей мы получаем те самые наши транзисторы. ПНП, МПН, что-нибудь про ПН-переходы кто-нибудь когда-нибудь слышал? Да. Вот. ПН-переходы получаются как раз легированные. Вот, наверное, так. И тут несколько срезов есть, которые, в принципе, получены на электронном посылке, но тут каждые из деталей наших пластин, они меньше станут места. То есть это значит уже тоже много. Дошли до медицины и биологии. Вот здесь сейчас еще один будет. Наверное, да, многие хотели бы услышать что-нибудь про нано-роботов. Но вот сейчас я вам покажу нано-роботов, есть ли. То есть на самом деле все несколько более, как сказать, более просто, чем могло быть. Никаких рук у нано-роботов, нет никаких ног. Они устроены очень просто и призваны, в общем-то, доставлять лекарства в данном случае в нужное место в желудке. И с помощью этих нано-роботов избавляются от дополнительных лекарств при лечении косты. В общем, примерно так. То есть доставляют лекарства в нужное место, чтобы убедить нужный горфейк. Так. А вот так вот эти нано-роботы выглядят. Это металлический шарик, заключенный в полимерную оболочку. В полимерной оболочке еще дополнительное прекрасное лекарство наше. И когда металлический шарик реагирует с кислотой на вашего желудка, выделяется водород, те самые вот эти вот пузыречки, и он начинает тягивать. Реактивно тягивать. Также примерно по такой же схеме получаются различные гембициды, фунгициды, так называемые, нано-фунгициды и гембициды. Это когда на ядро из определенных аминокислот наносятся вот какие-нибудь покрытия, например, вот такие так называемые покрытия бюджики, которые отталкивают воду и благодаря этому могут доставить нужные нам гембициды, мифунгициды или что-либо подобное тоже по адресу. Также есть датчики, ну, такого размера, на самом деле довольно большой, но функциональная часть у него все-таки маленькая. И сейчас расскажу немного о том, как все-таки мы получаем все эти штуки. Любое оборудование для нанотехнологий в общем-то выглядит как набор из нескольких толстостенных вакуумных кастрюль. Хорошие полированные красивые кастрюльки, каждая из которых вакуум может достигать практически космических значений. То есть максимальная чистота требуется для того, чтобы такие тонкие вещи делать. Это могут быть как вот такие вот вещи распылительные системы для нанесения тонких пленок. То есть в них какое-либо вещество, какой-либо материал твердый в вакууме распыляется с помощью плазмы. Плазма удерживается здесь прямо над нужным веществом, магнитным полем. И плазма это обычно из имертного газа. Ксенон, аргон, я думаю, о них вы слышали, есть и аргоновая сварка, да, то есть когда мы хотим, чтобы у нас алюминий сварился, мы его в аргон отпускаем, чтобы окислы не образовывались вверху. То есть аргон это инертный газ. Газ, который не реагирует ни с чем и никак. Как мы его не попросим. Даже в виде плазмы он может только распылить наше вещество, но в реакцию с ним не вступят. Также есть ускорительные системы колонны вот такого вида, например, когда вверху колонны расположен источник ионов, это обычно в роли источника ионов выступает что-нибудь типа иглы агаллия. Агаллия это очень легкоплавкий металл, он плавится при 30 градусах и при 30,6 точно плавится. Буквально в вашей руке если взять он расплавится. И вот эта иголочка чуть-чуть подплавляясь с нее легко сорвать ионы того самого галлия, которые электрическим полем в колонне ускоряются до нужных нам энергий и могут как лидировать нужную поверхность, ее модифицировать. Не обязательно для того, чтобы изменить электрические свойства, это могут быть механические свойства также, то есть упрощение какое-то пройдет. Также мы можем с помощью таких пучков распылить нужную любую вещь, в общем, любую твердотельную штуку, для того, чтобы исследовать ее состав. и самое главное, как я говорил, получаем мы все это цельными пленочками или также, если будем разгонять пучок, то он тоже у нас по всей поверхности все зальет. Как нам получить нужный рисунок? Вот в этом нам помогает литография. Литография бывает нескольких видов для начала. Например, такая это фото литография самая обычная, когда специальный полимер наносится опять же может быть на такой простой на любую простую поверхность наносится и засвечивается в нужном месте сквозь специальные масочки, то есть это трафареты. Засвечивается ультрафиолетом, промывается проявителем и получается что этот трафарет уже переносится на нашу требуемую поверхность. Сквозь его мы можем напылять что нам угодно, потом смываем трафарет и у нас остается нужный нам рисунок. Также это делается с помощью электронных микроскопов, когда засветка идет полимера с помощью электронного пучка нутрофиолета и сейчас немцы доросли до такого, что смогли с помощью набора из ультрафиолетового лазера и специального полимера делать 3D-митографию. То есть это по сути микро-3D-принтер, который печатает с точностью до 3-х микрон очень мелкие штуковины. В случае вот с этой картинкой это картинка изработает по топологии и по метаматериалам. Метаматериалы это материалы, которые работают благодаря своей форме. То есть это может быть какое-то простое вещество, но благодаря тому, что оно нанесено на такой сложной форме конструкцию, оно может изменять свои свойства электрические, оптические. Шапку-невидимку, я думаю, все знакомы с концепцией шапки-невидимки. В общем, сейчас ученые работают над шапкой-невидимкой из метаматериалов. Вот из таких примеров. С помощью такой вот житографии и различных вещей мы можем получать практически что угодно. Хоть картины рисовать, хоть укреплять, хоть сделать скользким или еще что-нибудь. Ну и вот с помощью житографии делаются такие вот штуковины, микроэлектромеханические системы. Это тоже все очень маленькие вещи. Например, вот это вот, это геросква, который есть в каждом из ваших телефонов. То есть это микроэлектромеханическая штуковина, которая, ну, это уже не нанотехнология, это все-таки микротехнологии, это в основном тут все в микронных кармелях. Ну, вот такие штуковины из кремния помогают тоже нам все-таки каждый день. Ну, наверное, так. АПЛОДИСМЕНТЫ